Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим о прямой трансляции, которую Лена Хэппи провела. Вчера вечером трансляция длилась около двух часов, больше двух часов, по-моему. И в течение этих двух часов Лена нам рассказала много всего интересного, ну как сказать интересного, достаточно любопытного, скажем так. Ну, главная новость, главное откровение, которое сделала Лена в прямом эфире, это то, что она не порвалась с Селимом, как мы думали, как мы надеялись. Нет, ничего подобного, отношения Лены и Селима продолжаются. Селимка по-прежнему вращается в орбите Лены Хэппи, вообще история какая-то запутанная. Ну, давайте начнем с того, что Лена с Селимом постоянно на связи. По малейшему вопросу Лена строчит Селиму, будь то вопросы, касающиеся стрижки, прически или покупки автомобиля. Что касается автомобиля, так это то, что Селим на этот автомобиль, который Лена купила. Кстати, Лена никогда не хотела красный автомобиль, она всегда хотела белый, а красный она просто посмотрела спонтанно. Ну, ладно, пусть будет так. Короче, Селим уже имеет виды на купленный Леной автомобиль. Вообще, он, конечно же, изначально знал, что Лена пойдет выбирать автомобиль. И он молил в свою любимую о том, чтобы та с ним посоветовалась, обязательно с ним посоветовалась. Лена сказала, что посоветуется с ним, но что он ей не указ. Она купит то, что ей нравится. И вот, когда Лена приобрела, или точнее взяла в кредит новый свой спортивный автомобиль, Лена сразу же сообщила об этом своему Селимчику. И первое, что спросил Лену Селим, было следующее. А это моя машина? Могу предположить, что после этого вопроса последовал дурацкий смех Селима. Тот самый дурацкий смех, который привел бы просто в бешенство любого нормального человека. Но я так понимаю, что он Лену не смущает. Поэтому Лена спокойно на вопрос Селима ответила следующим образом. «Нет, это твоя машина и моя машина. Это наша машина». Ну, очень странный ответ Лены, мягко говоря. С каких это херов? Извините меня за мой французский. Эта машина стала машиною Селима и Лены одновременно. Лена как будто вчера народилась на свет божий. Не могла она, что ли, сказать Селиму просто, ясно и внятно, спокойным своим сюсюканьем, так как она обучает всех других женщин действовать, спокойненько сказала бы своему Селиму, «Дорогой, my love, у тебя на счету лежит такая-то сумма денег, которую я тебе вручила на твою мечту». То есть ты хотел купить себе машину. Об этом Лена снова и снова повторяла на своем последнем стриме. «Вот я купила нам эту машину, машину твоей мечты», потому что теперь Селиму нравится эта машина. Так вот, для того, чтобы эта машина стала и твоею, ты должен мне переводить каждый месяц, ну, скажем, 350 долларов, потому что машину эту я не купила. То есть это мы так выражаемся, я купила машину, приобрела машину, да? Но на самом деле, естественно, Лена никакую машину не купила, машина взята в кредит, и Лена должна выплачивать более 600 долларов в месяц. Поэтому, дорогой мой Селимон, my love, для того, чтобы эта машина официально стала наполовину твоей, ты должен выплачивать половину месячных взносов. В размере, ну, скажем, 300 долларов. Так и быть. Но нет же, Лена прекрасно понимает, что Селим скорее удавится, нежели вышлет ей хотя бы копейку. Вообще это так не секси, да? Прижимистым, скрягой, который зажал ваши же деньги. Хоть Лена и продолжает говорить, что это был подарок, и подарки забирать нехорошо. Но тем не менее, он зажал ваши деньги, и лучше удавится, чем купить вам какой-то там браслетик дешевый в Турции. Но это так не секси, поэтому я даже не представляю, как Лена вообще, уважая себя, ложится с ним по 5-6 раз в день. Мне кажется, это так отвратительно, вот с такими людьми вообще иметь дело, не то, что с ними там ложиться и кувыркаться по 5-6 раз в день. Ну, каждый сходит с ума по-своему, и мы за это, конечно же, Лену осуждать не будем. Тем более, что у нее никто эти деньги не отнимал. Она сама с радостью их возила пачками. Я так воспитана, сказала нам Лена. Ну, давайте скажем несколько слов о том, как Лена выбивала эту машину, как Лена получала кредит. Было это непросто. Лене несколько раз отказали, и когда Лена там в очередной раз ждала у моря погоды, снисхождение финансового советника, ей предложили не очень выгодные условия. В частности, изначально ей предлагали месячные выплаты в размере 670 долларов в месяц под 11%. Когда Лена это услышала, она не стала молчать. Такой Лену еще никто не видел. Она грозным голосом, наверняка стукнув кулаком по столу, сказала, что она не потерпит такого к себе отношения. С какого это перепугу ей предлагают 11%? И что это за 670 долларов в месяц? Она не рассчитывала на сумму больше, чем 650 долларов в месяц. Вы че, нюх потеряли тут что ли в этой своей шарашкиной конторе? Я тоже не лыком шито. То есть, другими словами, Лена была настолько возмущена этим невыгодным, можно даже сказать, непристойным предложением со стороны финансового адвайзера, что она заглушила в себе графиню Тайтасвильского уезда и включила в себе простую подмосковную деваху, которая все про себя понимает и которая может сказать по понятиям. Короче, вернулась к корням, и это дало результат. Потому что после того, как Лена произнесла эту грозную речь, стукнув по столу, она грозно же встала и ринулась по направлению к выходу. «Стойте! Стойте!» закричал финансовый советник. «У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться». И Лена не отказалась. Вместо 11% каким-то магическим, мистическим, можно даже сказать, образом Лене тут же предложили 3,9%. Лена, как окаменелая, осталась в той позе, в которой она уже выбегала из двери. Подружка тоже онемела, только глазенки забегали, и эти две подружки стали переглядывать, не понимая, что вокруг происходит, но им уже было неважно, они уже были готовы подписать все, что угодно. Такие выгодные проценты, 3,9%, но при условии, что Лена подпишет это техническое соглашение, дорогущее на 6 лет, но Лена уже была готова на все, что угодно. Она уже была готова принять все, что угодно из рук этого красавца-блондина, двухметровый, спортивный, финансовый советник, с которой работал в это время с Леной. Лена сидела завороженная, я так понимаю, смотрела в его ангельское личико с проминентным таким выступающим подбородком. Вокруг висели портреты этого же красавца-блондина двухметрового за его заслуги в спорте. Рядом стоял портрет жены, но Лене уже было все равно, она уже была готова на все, вот она все и подписала, и таким образом вступила, можно сказать, в новую финансовую кабалу, но Лена с легкостью на все это смотрит. У Лены куча всяких планов на будущее, сейчас я их упомяну. Во-первых, это то, что Лена решила идти работать, то есть не просто возиться дома с бусами, не просто записывать видео на ютубе, но и идти на обычную работу, то есть работать на дядю за зарплату. Во-первых, она уже дописала, по-моему, пока еще не разослала, но написала 9, ой, не 9, простите, 7 резюме. 7 резюме уже готовы. Помимо того, что Лена хочет быть менее зависимой от ютуба, то есть выпускать поменьше видео, поменьше рассказывать о себе, поменьше интимных подробностей, эта работа позволит также ей вернуться в коллектив. А ведь мы Лене давно говорим, вернитесь в коллектив, в семью, в работу. Правильно? Лена решила вернуться в коллектив, потому что она признает, что ей не хватает социума. Она чувствует себя, как медведь в берлоге, сидя в своей квартирке. Наверняка именно поэтому ее все время куда-то несет. Четыре часа в одну сторону, четыре часа в другую, час в одну сторону, кротни это самое малое, а так от двух часов и больше. То есть Лену все время куда-то влечет, куда-то тянет, потому что она просто сходит с ума одна-одинешенька в своей квартире. Такой счастливой, как в школе, когда она работала в школе, Лена никогда себя не чувствовала, поэтому она снова мысленно возвращается к идее возможного возвращения в школу в той или иной ипостаси. Кроме того, Лена сказала очень интересную фразу относительно поступления в колледж. Она на 90% уверена, что она пройдет по всем параметрам, но не уверена, начнет ли она учиться. То есть одно дело поступить, другое дело начать действительно учебу. Лена до последнего не уверена, хочет ли она этим заниматься. То есть, как всегда, 7-5 пятниц на неделе, у Лены нет никогда ничего постоянного. Снова в разговоре всплыл Родни. Кстати, именно Родни заплатил за эвакуацию машины Лены. То есть той самой старой машины, когда она заглохла, за эвакуатор заплатил Родни 400 долларов. Господи, какое счастье! Давайте еще раз повторим, что Родни есть в жизни Лены. Кстати говоря, Лена сказала, что она, как на духу, все рассказала Родни про Селима, про все те махинации с деньгами, то есть пачки денег, которые Лена возила регулярно в Турцию, которые сейчас лежат на счету у Селима. Все это Лена рассказала, как близкой подруге, наверное, Родни. Что ответил Родни, мы не знаем. Лена нам это не рассказала. Не знаю, расскажет ли, но зная Родни, зная, как он не любит вмешиваться в чужие дела, как он не любит никого и ничто критиковать, мы можем предположить, что он с пониманием ко всему отнесся. И меня не удивит, если он предложил Лене добавить еще денежат Селиму. Это, конечно, было бы нечто. Ну, то есть одно совершенно ясно, что в отличие от Вильяма, который наехал на Селима, не зная его, который раскритиковал Селима, который предостерегал Лену от Селима, Родни, естественно, так себя вести не будет и не будет вмешиваться в дела Лены. Леночка сама все знает. Лена знает лучше. Леночка должна быть счастлива. В общем, золото, а не мужчина. Кстати, на прямой трансляции Лену снова умоляли дать им адрес Родни. Видимо, женщины действительно готовы ехать лично туда, прям по адресу, ломиться в двери, бросаться на этого Родни, хвататься за его ноги, чтобы он никуда не убежал. Но Лена сказала, что это конфиденциальная информация. Она не готова ей уделиться в прямом эфире. Хотя на самом деле, мне кажется, Лена начинает понимать, что ей не нужно так прям откровенно рассказывать о том, как облагородила и облагоденствовала ее Родни, потому что тем самым она набивает ему цену. И многие женщины прям тоже хотят такого Родни в своей жизни. Лена снова упомянула шоу «90 дней невеста». Кстати говоря, она проведет по этой теме отдельную прямую трансляцию. Она спрашивала у своих зрителей о том, хотят ли они такой прямой эфир именно на эту тему, потому что она уже написала в телевизионное шоу «90 дней невесты», и ей якобы оттуда даже уже позвонили. Не знаю, о чем можно говорить в течение трех часов относительно «90 дней невеста». Тем более, что все чаще и чаще мы слышим у Лены в видео и в прямых трансляциях о том, что, скорее всего, Селим вообще в Америку не приедет. По крайней мере, у нее сомнения на этот счет. Но Лена сказала, что если мы проведем прямую трансляцию на тему «90 дней невесты», на тему этого телешоу, то она расскажет нам, кто же ее сподвиг на это дело, кто подтолкнул ее. Ну, кто-кто? Конечно же, обзорщики. Кто еще? Мы с первого дня говорим об этом шоу, подталкиваем Лену к этому шоу. И если на своей прямой трансляции Лена назовет кого-то другого в качестве источника вдохновения, то, конечно же, это будет ударом ниже пояса для всех комментаторов и для всех обзорщиков, которые с первой минуты, с первой секунды рекомендуют Лене пойти на это шоу. Кстати, в своем вчерашнем видео я говорил о паре Анфиса и Джордж, Анфисой Хорхе, Анфиса из Москвы, Джордж из Калифорнии, о том, как Анфиса раскрутила свой канал вот после участия в этом телевизионном шоу. Я посмотрел, меня спросили, как называется ее канал. Ее канал называется Анфиса Нава, но Анфиса убрала почти все свои видео, я обратил внимание, и поменяла название канала с Анфиса Нава. Нава — это ее фамилия по Хорхе. Просто теперь канал называется Анфиса. И порывшись немножко в интернете, я понял, что она развелась с Хорхе. Не знаю, выпустили его из тюрьмы или не выпустили, но она нашла себе другого, тоже латиноамериканского мужчину. Ну, правда, этот новый ее жених намного старше Хорхе, потому что Джордж этот Хорхе был почти одного возраста с Анфисой, ну, чуть-чуть постарше. То есть молодой парнишка был такой, скромный, все для нее делал. Но вот, видимо, что-то снова пошло не так, и Анфиса нашла себе другого, экзотического мужчину, но в этот раз намного старше себя. Наверное, он очень богатый, потому что Анфиса обращала внимание на материальное состояние мужчин, готовы ли они, способны ли они дарить ей очень дорогие сумки. То есть для Анфисы это очень важно, она этого не скрывала. Именно поэтому была одиозной личностью, участницей, которую многие недолюбливали в Америке, потому что она открыто говорила, что ей нужны материальные блага. Но подробности отношений Анфисы с новым ее ухажером я не знаю, просто вот есть такая информация в интернете. Тем не менее, это тоже трамплин. То есть вот после того, как Анфиса стала звездой Ютуба, она нашла себе, видите, выгодного кавалера. То есть, в принципе, я рекомендовал, рекомендую и буду рекомендовать это шоу для Лены и Селима. Другое дело, согласится ли Селим. Я Селиму не верю, он врун, он лжет, он водит Лену за нос, он не готов с ней участвовать в прямых трансляциях, неужели он пойдет участвовать в шоу на телевидении? Это просто смешно. Естественно, этого не будет никогда. Ну а в целом, конечно же, Лена счастлива, Лена довольна, Лена излучает самоуверенность. У Лены появилась огромная свита поклонниц, я так понимаю, это неуверенные в себе женщины, которые смотрят на Лену, на то, как она плевать хотела на все формальности и живет в свое удовольствие, не имея, в принципе, за душой ни гроша. Многим это нравится, и многие тоже так хотят, но не могут. Нет, я сейчас не буду петь песню о продавленных диванах и засанных халатах, я до этого, естественно, не буду опускаться, но мне кажется, это женщины, у которых очень много обязательств в жизни. Они ведут ответственный образ жизни, но им в душе, где-то там в глубине души хочется так же, как Лена, прокатиться с ветерком на кабриолете, один раз живем, рядом сидит молодой любовник, будь то Селим, или может быть этот же Алекс спортивный, или же вот этот вот блондин двухметровый, это не важно. По Флориде, вокруг пальмы, синее небо над головой, океан плещет, но чем не рай на земле? И Лена, в принципе, очень хорошо продает эту картинку, создает эту видимость успешной женщины, которая не тонет, которая выбирается из любой ситуации. Лена была бездомной, Лена была замужем, Лена была разведена, Лена скиталась по каким-то углам, жила в каких-то пристройках, сыроюшках, у друзей, у подружек снимала какие-то углы, и пробовала всевозможные работы, но все время оставалась на плаву. Тут надо, конечно, сказать, что ситуация коренным образом изменилась, когда в жизнь Лены вошел Родни. Родни, как Муслим Магомаев. Помните анекдот? Когда он входит, все вокруг озаряется. Так и Родни вошел, вторгся, внедрился, можно сказать, в жизнь Лены, или точнее Лена вторглась, внедрилась, вошла в жизнь Родни. Вот так вот они, как симбиоз, как-то слились в одного, едино, и Лена очень даже удачно поимела много всевозможных благ из этого союза. Назови его, как хочешь, социальный партнер, любовник, друг, подруга, сестра, все что угодно, как Лена его не называла, но это единственная соломинка, единственная константа, единственная постоянная величина на данный момент в жизни Лены. Все рушится, все меняется, все исчезает, но Родни остается. Что бы ни случилось, и по мелочам, таким как склеивание поломанных очков, и по важным делам, таким как переправка документов потерянных, Лена обращается к Родни. Лена сейчас будет визжать, и пищать, и ругаться. Опять вы меня толкаете в объятия к Родни. Я независимая, я самостоятельная, я все могу и умею сама, но факт остается фактом. Без Родни никуда, держись за него. Отшвыривай всех конкуренток, тем более, что в ближайшее время Лена все равно не поедет в Турцию. До февраля вроде бы, как бы Лена никуда не собирается. А в Америке, кроме Родни, у Лены нет больше новых американских друзей. Хотя, в принципе, Лену с Родни надолго тоже нельзя одну оставлять. Она снова придумает какой-нибудь бизнес-проект. Родни на одно место. В общем, на этом я хочу завершить свой обзор. Если у вас есть какие-то дополнения, замечания, конечно же, как всегда, пишите, делитесь, что вы вообще думаете по поводу этого американско-российско-турецкого сериала. Я все с удовольствием читаю, по возможности отвечаю. Надеюсь, что у вас все хорошо. Берегите себя, будьте здоровы и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.